христианской церкви до здесь до 10 века ну до 11 до раскола в общем до раскола имеется с католичество история христианской церкви основание римской церкви основатель римской общины остался неизвестным христианству апостол павел не мог бы о таком умолчать равни римлянам 1 глава 6 по 7 стих 16 глава 17 стих об обосновании римской церкви апостолом петро и деятельности его там не может быть речи также римские иудеи прозелиты которую уверовали в день пятидесятницы я не 2 10 сравни 36 42 стихи не могли скоро быть проповедниками в риме ибо они оказались непраздными посетителями иерусалима а людьми которые задержались в иерусалиме и оставили зерно первоначальной иерусалимской церкви в климентинах рекогнитионис содержится сведения что варнава распространял христианство в италии этому сообщению ровно не придается никакого исторического значения из содержания послания к римлянам 13 глава 11 стиха можно заключить что по крайней мере зерно общины составляли уверовавшие во христа одновременно самим павлом то есть тридцатых годах при живом взаимо общении между римским иудейством и метрополией палестинской иудеи нет ничего невероятного что также без деятельного участия призванных миссионеров в риме подобно тому как ранее в антиохии через иудейских христиан которые переселялись туда из палестины деяния 1 23 13 1 римлян 16 13 марк 15 21 христианская вера нашла ближайшим образом в тамошнем иудействе свою начальную почву и распространение не исключая потом празелитов и язычников первое упоминание о римской общине встречается у светония по поводу его речи об известном указе императора клавдия относящегося к 52 году об изгнании иудеев после смерти клавдия 54 год иудеи быстро возвратились в рим тогда по-видимому христиане отделились в богослужебном отношении от иудейских синагог сравни сан тацит знает христиан как уже отдельно живущих обособленных аналлы 15 44 это относится к срок четвертому году судьба первой христианской общины и погибель иерусалима из первого своего гонения деяния 7 9 иерусалимская церковь выходит преобразованной организацией применительно к настроению окружавших ее иудеев и соответственно стремлением вступивших нее лиц мы ничего уже больше не слышим о попечителях при столах когда-то избранных из эллинистов ни о каком общении имуществ вроде упомянутого в деянии 2 4 главы более речи нет все это по-видимому должно было миновать и минула безвозвратно гоняние было направлено против либералов эллинистов и сочувствовавших им лиц так что даже апостолы не были затронуты им 81 поэтому от оправляющейся от первого штурма церкви в оправляющейся от первого штурма церкви начал преобладать дух иуда христианский во главе иерусалимской общины становился апостола яков брат господень всем народом иудейским прославленные за свою праведность которая будучи христианской по духу протекла формах или рамках иудейского благочестия сравни евсевии церковная история 223 впервые упоминаемыми пресвитерами деяния 1 30 15 2 4 часто бывшими из уверовавших фарисеев 15 5 не только иерусалимской общины но все вообще иудейской христианские общины в палестине стали под руководством иякова жившего надеждой на обращению ко христу всего еврейского народа иерусалимская первых христианская община мать церквей конечно после апостольского собора признает законность миссии среди язычников но образ ее выполнения через апостола павла и сильный рост языка христианских общин возбуждает однако недовольство и недоверие так как в тех смешанных общинах при доминирующих языка христианском элементе все яснее становится куда направляется развитие а именно во имя христианской свободы законнические нравы даже иуда христиан в этих общинах нарушаются и христианская свобода от закона вообще начинает достигать своей цели отсюда начинается реакция в иудо христианской общине против языка христианских общин вследствие таких обстоятельств партия иудо христианских ревнителей с которыми апостол павел боролся в основанных им общинах получает в первообщине в иерусалиме громадное влияние когда апостол павел в последний раз пришел в иерусалим то против него обнаружились не только страшная ненависть неверующих иудеев но также глубокое недовольство и палестинских христианских общин такой прием апостол павел уже предвидел поэтому он пришел с намерением ничего не упустить из того что помогло бы заключить определенный явный взрыв против него как апостола языков и удержать еще в связи удержать еще в связи с матерью церкви сильно разросшиеся христианские общины посреди диаспоры или язычников это было побудительную причину для сбора денежных средств которые он передал как дар любви греко-христиан бедным святым в иерусалиме апостол ияков который принимал апостола павла указал ему на великое множество уверовавших иудеев и всех их как ревнителей закона всех этих нельзя без оговорки поставить на одну ступень с обычными иудействующими противниками павла не то что апостол павел проповедовал язычникам евангелия без облизания составляет здесь основание ненависти к павлу но то что иудействующими было сообщено будто бы павел побуждает иудеев живших между язычниками не исполнять закона не обрезать детей и вообще не следовать законным обычаям деяния 21 21 и это не говорилось без всякого основания по крайней мере поскольку павел смешанных общинах стремился к тому чтобы иудеи ради братского общения со своими язык и христианскими членами оставляли некоторые ритуальность оставляли бы некоторые ритуальные строгости закона и не практиковали бы закон как нечто безусловно необходимое для спасения согласно его принципам не могло быть и речи о необходимости обрезания детей языка христиан чтобы уничтожить соблазн этих и подобных слухов апостол павел склоняется на предложение апостола якова принять участие в назарейском обете некоторых иудеев и взять необходимые при этом расходы на свой счет это не могло быть противным убеждением самого апостола его правилу всем быть для всех быть всем сравни первое количество 9 глава 19 по 21 стих нет основания обвинять иерусалимских христиан за те враждебные выступления против павла которые привели к аресту его распространился слух что павел вел язычников храм с другой стороны мы не слышим чтобы иерусалимские христиане как-нибудь особенно энергично заступились за схваченного арестованного павла или чтобы они следствие связи с ним подвергали гонению за со стороны их неверующих соотечественников я не 21 глава 21 по 36 стих первая община в иерусалиме отделила себя от общей церкви прежде чем гроза разразилась над иерусалимом конец апостола и якова показывает как мало даже решительнейшее следование строго законнические жизни могло успокоить ненависть неверующего иудейства вообще народом почитаемый за свою верность закону и особенный аскетизм ублажаемый ради своей постоянной молитвы за грехи народа святое яков однако только вследствие своего исповедания иисуса который сидит одесную великой силы на небе и придет судить живых и мертвых по пострекательству духовных водителей народа был сброшен с крыла храма и добит камнями егезип у евсееве церковная история 223 ставит это событие несколько раньше опустошение иерусалима виспасианом иосиф флавий антикьюит 29 1 относит убиение апостола иакова ко времени после смерти проконсула феста и до прибытия альбина в иудейских ожиданиях все более и более укреплялась вера в предстоящую решительную борьбу открывающуюся царствие божие с римским царством и победу первого на под над последними из партии фарисеев выделилась группа ультра ревнителей закона или зелотов постепенно разраставшиеся постепенно разраставшийся патриотизм этих зелотов стягивал иудейский народ все глубже и глубже безнадежное восстание против безрассудного управления последних римских прокураторов и готовил ему неизбежную гибель по уверению иосифа флавия народ в своем большинстве не склонной к войне был объят ужасом ввиду надвигающейся неизбежной катастрофой когда иудо христиане святой земли иудеи увидели что история родного народа подготавливается с шаг за шагом к роковому концу они конечно скорбили сознавая себя солидарными по национальности крови со всем народом но с другой стороны они себя чувствовали внутренне духовно отделенными от него от тех которые поносили иисуса христа и ожидали теперь своего политического спасителя иудеи наоборот ненавидели своих соотечественников христиан тем более чем ярче были их надежды решительно отвергаемые христианами христиане почти вынуждаемые к отпадению от веры угрозами и обольщениями начали видеть в грядущих ужасах войны времена мучений и бедствий перед вторым пришествием иисуса христа пророчества иисуса так называемые эсхатологические речи его матфей 24 глава марка 13 глава лука 21 глава получает между ними живое распространение и записываются но не в летучем леске малого апокалипсиса а в лауила кириус матфея может быть апостольского источника наших синаптических евангелий они думают о времени когда ужас опустошения станет святом месте чтобы оставить иерусалим момент казалось уже наступил когда мессианская община должна обособиться от ложных ожиданий своего народа появи по евсееве церковная история 35 общине иерусалимской было некоторые откровение удалиться в пелу в перии разрушение иерусалима начатое веспи сианом и доконченный титом счет 9 по 70 года поражая своими ужасами с выселением в пелу и с разрушением иерусалима христианская первообщина утратила историческую почву которая обосновала ее руководящее значение и утверждала его дальнейшее развитие христианской церкви должно происходить и завершится на почве языка христианства фактически роль иудо христианства была кончена деятельность святого иоанна богослова и прочих апостолов в первой христианской общине апостол иоанн представляется действующим вместе с апостолом петром вот он с петром идет в храм иерусалимский для молитвы исцеляет храмова приводится они для допроса в синедрион деяния 3 4 они вместе с апостолом петром отправляются в самарию деяние 8 14 он наряду с петром упоминается одним из столпов иерусалимской церкви галатом 3 глава 1 по 10 стих после этого упоминается после этого упоминания ни одна из священных книг ни слова не говорит ни о жизни не о деятельности иоанна богослова церковное предание поселяет святого иоанна богас в эфесе пребывание в котором было прерванного его изгнанием на остров патмос при доминициане переселение в вес может быть случилось перед иудейскую войною 69 по 70 год целый ряд церковных писателей начиная с иринея против ересей 3 3 4 решительно и ясно говорят о деятельности святого иоанна в ефесе кроме иринея следует назвать поликарпа эфесского аполлония климента александрийского оригена евсееве кессарийского церковной скоре 3 1 23 31 39 5 24 а жизни миссионерской деятельности прочих апостолов так мало сохранилось известий что даже и все веки сарийский сообщает лишь кое-что и с характером неуверенности он знает только один источник для данных сведений это третий том истолкования регена на книгу бытия вот его слова святые апостолы и ученики спасителя нашего рассеялись по всей вселенной фами как говорит предание климент александрийский 9 книга исследований выпал жребий жребе идти в парфинию персию андрею скифию и иоанна в азию где он жил и умер в эфесе петр проповедовал вероятно иудеям рассеянным в понте в галате и вифании к подокии и в асии а под конец находясь в риме распит был на кресте головой вниз каковы образ страданий избрал сам но что сказать о павле который благовествование христа пронес от иерусалима до и лирика и напоследок в риме при нероне принял мученчество о чем слово в слово говорится у оригена третьем томе его истолкований на книгу бытия богу нашему слава вовеки аминь братья смотрите как интересно вот это я первый раз для себя узнал что я до этого не знал что павла время схватили сейчас смотрите почему так вот написано нет основания обвелять а иерусалимских христиан за те враждебные выступления против павла которые привели к аресту его то есть это то есть иудейские христиане вот из этих можно сказать это уже братья получается но вот это они распространяли о нем слух да что он вел язычников храм и это привело к аресту павла я я думал что это и просто иудействующие то есть неверующие иудеи слух распространяли а это оказывается христиане из-за иудеев но если есть какие то вопросы братья можете задавать игнать у техночу ротич александр вопрос два вопроса у меня беру так подождите минуту сейчас я маленечко тут поставлю говорите так у иисуса навина там есть такой момент что те которые нечаянно произвели там убийство были они скрывались в городах да и вот это то решение общества или до пока не умрет великий священник кто такой великий священник первосвященник потерял первосвященник называется он умирается все ему прощается все все а здесь сейчас точно так же в советском союзе было стали номер и сразу амнистия понятно все второй вопрос иисус наверно обрезал когда этот город он получил там место для города строительства каменными ножами почему железо же было там металл был почему каменные ножи для обрезания были ну а вопрос в чем ну каменными ножами почему каменные ножи когда было металл был это так это надо их спрашивать а может быть это кому-то дорого казалось а может быть это лучше не тупилось это мало ли что а понятно особого не значит никогда даже не задумывался а теперь жена моисея обрезала детей каменным ножом почему каменным чего у моисея железа не было видимо было такой порядок что меньше возможности занести какую-то заразу на порезанное место еще можно зайти позже чуть-чуть я хотел так как бы поговорить там спросить некоторые вещи у вас попозже только я буду здесь или сколько да еще сколько сейчас сразу прям можете заходить а то я недавно только пришел спасибо христос все ясно игнатик александр 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 там этот там же написано я помню что железо у филистимлян было у евреев не было нет это когда они плененые были а это он спрашивает когда не знаем когда что-то вопросы был ко мне пояснили что может быть дорого было это же тогда не не было доминых печей череповецкого комбината у нас вот мост идет который и он весит когда делали это несколько тысяч тонн железа моего канала за толкали они на берегу сделали вот это вот а махину то все толкали то но ее раскачало они не знают что делать дальше то видимо ветер был тут такие специалисты были прекратили работу сразу в москву особо институт аэродинамики и оттуда уже прилетели мгновенные люди и которые посоветовали что сделать и мост спасли иначе бы он на дне лежал вот такое дело все никого нет больше отхожу аминь спасибо христос аминь спасибо христос аминь спасибо христос